Для начала зажгем на всякий случай этот костер и поговорим У меня есть, я боюсь У меня есть, я боюсь Я хочу вас благодарить, я вам покажу Я не буду ящик Я не буду ящик Я был гостем очень долго Но я не думаю, что кто-то будет мне У меня будет М-м-м. Очень хорошо. Очень хорошо, действительно. Курсовый, сильный ты можешь быть, но я, странный, покажу вам свои мечты. Продолжение следует... О, как долго я сидел, страдает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему никто не ждал? Продолжение следует... Ран-Мейк... Я никогда не слышал его название. Это то, что они называют этот город? Очень хорошо. Очень хорошо, действительно. Продолжение следует... Продолжение следует... Он говорит... Усл ethics как южьи... Конечно, выanges разведете свою любовь благодаря, Своей великой 29м. Apostоль предположение, аварина, Продолжение следует... В 이런 Продолжение следует... 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 поглощает за вас душ, то есть когда вы носите это кольцо, счетчик душ у вас не увеличивается. Это кольцо полезно для пвпшников, которые не хотят поднимать такой параметр, как soul memory. Возможно, новички не знают и даже не задумываются, для чего он нужен, но он есть. Есть такой счетчик душ 294 893 у меня в данный момент, это ваша память душ. Все души, которые вы когда-либо получали, то есть не тратили, а именно получали, засчитывают суда. Отвечает он именно за подбор игроков в пвп, то есть к вам будут вторгаться именно те игроки, у которых примерно такой же счетчик душ. Раньше подбор игроков осуществлялся по их уровню, то есть вот у меня уровень 64 и в первом дарсов, по-моему, был подбор игроков, к вам могли вторгаться плюс-минус 10 уровней от вашего текущего, то есть 54-й либо 74-й для меня. Но так как потом игроки начали хитрить, то есть специально они поднимали себе уровень, проходили практически всю игру, прокачивая оружие до плюс 10 и потом возвращались с начала игры и вторгались к новичкам и нагибали их, то разработчики решили пойти по другому пути и сделать такой параметр, как память душ, soul memory. И на самом деле этим решением они сделали только хуже, потому что неопытные игроки, они очень часто умирают и очень часто они, умирая, не забирают свои души, то есть теряя их, не успевая их потратить, либо тратят их на абсолютно ненужные вещи, тем самым задирая свой счетчик душ. А более грамотные игроки, они умирают реже, души тратят намного эффективнее, прокачиваются тоже намного эффективнее и, соответственно, с таким же счетчиком душ, как и у новичков, могут вторгаться к новичкам и нагибать их еще сильнее, чем это было раньше, когда вторжения осуществлялись по уровню. В общем, очень странное решение, от которого потом, впоследствии, отказались в Dark Souls 3. Похоже, сами разработчики посчитали эту систему очень ущербной. Также у него можно купить красную воду, которую мы уже находили, и достаточно большое количество заклинаний. Наводящаяся стрела души – одно из заклинаний, придуманных Стрейдом, великим магом древнего Алафиса. Из этого описания можно понять, что Стрейд родом из Алафиса. Выпускает стрелы души, которые будут преследовать цель, пока не поразят ее. Крепкий волшебный щит усиливает щит в вашей руке магией, укрепляет щит, поглощая больше урона. Некоторые маги Мельфийской Академии презирают подобные заклинания. Пуристы с отвращением относятся ко всему, что хоть как-то связано с боями на мечах. Заклинание света. Истоки этого заклинания теряются в глубине веков. Оно создает источник света, озаряющий все вокруг. Свет изгоняет тьму и обнажает сокрытое. Хотите ли вы этого? Уже другой вопрос. Заклинание света, конечно, неплохое заклинание, которое может заменить факел. Но, к сожалению, в этой игре сделано все так, что там, где нужен свет, выгоднее всего как раз использовать факел. По причине того, что этим факелом нужно постоянно зажигать жаровни, либо отпугивать каких-нибудь монстров. Сияние жизни. Великое чудо, доступное могучим клирикам, медленно восстанавливает много здоровья. Клерик Форзелл был искусственным чудотворцем и странствующим воином. Спутники считали его рыцарем света, но враги боялись за демоническую силу. Снять покров. Чудо, помогающее выявить предателей. Показывает местоположение ближайшего врага или втовшихся к темных духов. Те, кто служат монастырю Линдельта, добровольно следуют строгим заповедям. Это чудо было создано, чтобы покарать отступников, пренебрегших учением праведных. И это чудо в основном полезно как раз только для Ковенанта Синих Рыцарей. Создает сферу над вами, которая поможет вам отыскать враждебных фантомов. Также она показывает и врагов, но это не особо эффективно. Недвижимое пламя. Одна из пиромантий, придуманных Стрейдом, великим магом древнего Алафиса. Создает неподвижный шар огня, который взрывается при приближении врагов. Стрейд был одаренным магом, искусным и в колдовстве, и в пиромантии. Его любопытный характер не позволял ему подолгу задерживаться на одном месте. На самом деле, достаточно мощная пиромантия, но, к сожалению, не очень эффективная в пвп. Покров пламени. Одна из пиромантий, придуманных Стрейдом, великим магом древнего Алафиса. Жаркое пламя издали испепеляет врагов. Стрейд так и не взял себе ученика, поскольку магия захватила его полностью, без остатка. В результате, большая часть его заклинаний была потеряна навсегда. Какого хрена навсегда? Вот он стоит перед нами. Темный град. Порча, которую создал из старого заклинания Ведьмак Джелейна. Накрывает противника сферми тьмы. Порча берет свое начало из заклинаний и чудес, но несет в себе угрозу всякой жизни. Поэтому во многих местах запрещена. Туман тьмы. Порча на время создает густое облако тумана. Вдохнувший этот туман, немедленно получает отравление. Эту порчу по причине видимых симптомов относят к отравлениям. Но на самом деле она поражает саму сущность жертвы. Именно такие особенности порчи привели к ее запрещению. Запрещению. Ужас какой. Сродство. Мощная порча, созданная из древнего заклинания, создает разумный сгусток тьмы, преследующий цель. Судя по всему, это воплощение чувства. Может быть ненависти, может любви. Эта порча очень знаменита по первому Dark Souls, так как там она была очень имбовой. К тому же она, по-моему, называлась там Преследователем. И делалась из души как раз Мануса, Отца Бездны. Также у него можно обменять души боссов на какое-либо оружие. И в чем плюс второго Dark Souls, в отличие от первого, то что вы сможете видеть, что из чего получится. И сразу же даже прочитать лор всех этих предметов. Двуручный меч Преследователя. Великий двуручный меч Преследователя. Чтобы использовать наиболее опасный из прямых мечей, нужно быть очень сильным и ловким. Преследователь охотился на отмеченных проклятием, будто каждая душа нежити искупает один из его грехов. Искривленный меч. Изогнутый меч, выкованный из души гибкого часового. Когда-то этот меч был прямым, но искривился, желая отражать сущность своего хозяина. Часовой доставил пленников переполненной Бастилии на ветхий корабль и приказал держать курс в открытое море. Большинство заключенных утонуло и умерло от голода, но нескольким удалось добраться до земель на юге, где они передали свои колдовские навыки местным жителям. Дуговой меч. Ну, имеет такой же лор, как и искривленный меч, делается также из души часового. Каменный топор гиганта. Большой топор, выкованный из души последнего гиганта. Пусть это оружие и похоже на примитивный инструмент, но огромный размер наделяет его громадной мощью. Король Вендрик пал во время решающего сражения с гигантами, оставив замок и своих подданных в полном смятении. Очевидцы рассказывают, что когда королева узнала эти новости, лицо ее осталось бесстрастным. Отсюда можно узнать, что Вендрик все-таки проиграл гигантам и после этого оставил свой замок. Шпаста дубина делается также из души часового и имеет такой же лор. Алибарда драконьего всадника. Да, это именно настоящая Алибарда драконьего всадника, а не та Алибарда Сиана. Такими Алибардами пользовались драконьи всадники из гвардии короля Вендрика. Этим универсальным оружием можно делать выпады, наносить рубящие и колющие удары. Кроме того, эта Алибарда пропитана магией. Только умелые и опытные воины могли пользоваться этим оружием. И оно часто применялось для того, чтобы отделить тех, кто мечтает стать драконьим всадником, от тех, кто этого достоин. Парный клинок имеет такое же описание. Лук драконьего всадника имеет такой же лор, как и парные клинки и Алибарда. Большой щит преследователя имеет такой же лор, как и двуручный меч. И большой щит драконьего всадника. Щит драконьих всадников из гвардии короля Вендрика. Звание древнего всадника награждали славные воины, помогавшие основать Дранглик. Вместе с королем они сокрушили прежних обитателей этих земель и возвели на их костях новое величественное королевство. То есть получается, что Вендрик построил свое королевство на чужих костях. Пока ничего не будем делать. И нам пора отправляться обратно в Маджуру. И перед тем, как продвигаться дальше, давайте опять переоденемся. И отыграем сегодня роль разбойника. Но чтобы полностью соответствовать этому образу, нам необходимо поменять оружие. И полноценный разбойник у нас должен бегать с саблей. А лучше даже с двумя. У меня есть уже одна сабля, но я считаю, что лучше купить два фальшиона. Во-первых, чтобы тащить фальшион и саблю, у меня просто не хватит параметров, потому что ловкости нужно 24. Учитывая, что на саблю нужно на три ловкости больше. Также фальшион наносит немножко больше урона. Он подлиннее. И он накладывает кровотечение. Да ему в сет у фальшиона, как мне кажется, получше. Единственное, в чем выигрывает сабля, это, возможно, в ее скорости. И то, что она весит немножечко полегче. И нам даже не нужно ничего прокачивать, чтобы стать боевой стойкой с двумя фальшионами. Но, конечно же, нам нужно их немножечко прокачать. Для этого нам придется выкупить все его осколки титанита. К сожалению, он продает их в ограниченном количестве, только 10 штук. И давайте посмотрим, насколько нам хватит. Маленьких осколков нам хватило. Мне пока хватило, чтобы прокачать два фальшиона до плюс четыре. Не хватает больших осколков титанита, но... У нас есть второй кузнец, который продает эти большие осколки в неограниченном количестве. Давайте как раз его и посетим. Итак, Макдаф, мне нужен твой титанит. Ну, вроде как, 10 кусков нам должно хватить. Итак, нам хватило, чтобы прокачать наши фальшионы до плюс шести. Дальше нам уже нужны обломки титанита, которых у меня пока что нет. Здесь также можно прокачивать броню, но я не собираюсь этого делать. Думаю, что базовых параметров мне вполне хватит. И я вспомнил одну вещь. Я забыл вернуться и убить кристальную ящерку в безлюдной пристани. А также еще пропустил один предмет в забытой крепости, который находился за деревянной дверью, где мы брали ключ от подземелий. Но там всего лишь душа, и мне туда все равно потом в скором времени придется возвращаться. Поэтому я заберу этот предмет потом. Но на безлюдную пристань я сейчас быстро сгоняю, потому что потом я точно забуду. И чтобы наверняка нам грохнуть эту чертовую ящерку, нужно взять какое-нибудь мощное оружие с вертикальным уроном. Большая дубина как раз вот отлично подойдет для этого. Два осколка титанита и один большой осколок титанита. Можно было немножечко сэкономить, не покупая этот титанит у кузнецов. Ну что ж, у нас есть еще 20 тысяч душ, и давайте немножечко поднимем свои параметры. И придется потратиться на веру для того, чтобы поговорить с очередным NPC. Как раз в притык нам хватило для этого душ. И нам снова нужно в этот проход. А здесь у нас старая знакомая, лисия. Да. Продолжение следует... Так, предметы, которые она продает, мы уже читали. Продолжение следует... 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 И я думаю, туда падать не стоит. Здесь у нас очередной NPC, который, кстати, очень легко пропустить. Он здесь вот так вот немножечко замаскирован и к тому же сидит к нам спиной. И как раз, чтобы с ним полноценно поговорить, вам нужно 8 веры и 8 интеллекта. Я вижу, что текущий спартак внутри тебя. Мой имя Фалкин. Я буду работать с тобой. А что вы нужны? Это land лежит ближе к текущему, поэтому я пришел. Этот рейтинг украли на государство. Все остались в дом, или у нас осталось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А здесь у нас полу и рабочий в татуировках Так, счета у нас нет, поэтому нужно действовать поосторожнее У фальшионов достаточно интересный мовсет Особенно в боевой стойке Так выглядит у нас обычная атака Так у нас выглядит атака двумя оружиями Так у нас выглядит правая силовая атака Так у нас выглядит силовая атака двумя оружиями После отскока у нас вот такая атака После разбега такая же А это у нас атака после кувырка И здесь можно наблюдать этих чертовых бабочек И кстати в переиздании разработчики тут добавили бабочек С которых падает гарантированный дроп Эти бабочки как бы являются что-то типа невидимых полых И их иногда реально очень сложно обнаружить И кстати я вот одну из них уже пропустил Она как раз находится в самом начале над входом в пещеру В отличии от других бабочек Эти бабочки не пускают яд А дают разный бесполезный хлам Поэтому я даже не знаю Какая ценность от этих бабочек искать Но Возможно если я что-то не забуду Я их постараюсь всех убить А здесь внизу можно разглядеть Огромное глазастое нечто Ну туда мы еще попадем Немножко другим путем Можно в принципе и отсюда спрыгнуть по грибам Но Но безопаснее будет туда проникнуть Немножечко по другому Оставим его в живых И здесь мы можем видеть огромное сооружение Которое чем-то напоминает Колизей Но туда мы пока не пойдем А здесь нас встречает новый враг Смотрите этот парень решил Немножечко поагрессировать Придется его зарезать Так Так Здесь у нас комната И Лучше сначала туда не спускаться Здесь можно сломать эти Доски Станьте немножко светлее Но Особо это вам не поможет Ну что там внизу все равно темно И лучник который пытается меня застрелить Ах ну да Очередная западня И переводчики тоже напортачили В переводе сета этих вот парней Надеюсь что Надеюсь у меня с них что-нибудь выпадет Вау Вот Решил я тут понимаешь ли в уголку попить Я тут там Вот это было Здесь у нас повсюду засады Здесь тоже нужно быть внимательным Потому что да За угла здесь Придет очередной парень Отреснувшая красная ока Таких штук мы уже подбирали очень много И вот здесь лежит предмет Который Можно взять Либо Спрыгнув с этого моста Но это Не самый оптимальный вариант Лучше спрыгнуть отсюда Единственная проблема Это то что При падении наш герой Делает кувырок И можно Ну как бы Не попасть На вот этот маленький квадратик И чтобы попасть туда наверняка Нужно делать атаку в падении Прыгать здесь не нужно Нужно просто бежать И здесь у нас интересный предмет Который нам пригодится Это знак верности Его в принципе можно получить И другим путем Но для этого нужно Играть по сети И кому-нибудь помочь При помощи большого белого мелка Здесь у нас очередное падение Так я не помню Здесь у нас что-нибудь есть Здесь у нас ничего нет Да Похоже здесь раньше был полноценный мост Но Но опоры совсем износились И похоже что Сам мост рухнул Очередная бабочка У нас здесь сверху Как раз сверху Вот на этом мосту Мы уже были Вот черт Все-таки отравило Монастырский талисман Душа гордого рыцаря Противоядия у нас По-моему еще нету Так Откуда она у нас траванула-то? А вон она Там на грибке что-то лежит Так Кстати я подобрал предмет И забыл его прочитать Знак верности Знак доказывающий Что его владелец Путешествовал в иные миры И помогал другим Когда вы находитесь В других мирах Этот знак способен Восстанавливать здоровье Хозяина мира Но это лишь побочный эффект Его главное назначение Доказывать глубокую преданность Обладателя И этот предмет Нам еще пригодится Чтобы вступить В очередной ковенант И кстати Я в прошлый раз Забыл прочитать Про гриб Элизабет Особым образом Обработанный Сушеный гриб Вызывает у съевшего Чувство эйфории И со временем Восстанавливает здоровье А святая Элизабет Посвятила свою жизнь Помощи странствующим Составляя лекарства И зелья Говорят что с ее Добродетелью Могла сравниться Лишь ее красота Но точно этого Не знает никто Вообще По моему Элизабет Звали Большой гриб Из первого ДС Либо это Какая-то Пасхалка Либо История Что-то Напутала Так Я вот думаю Как мне Добраться До того Гриба Скорее всего Нужно прыгать Главное Не разбиться И конечно же Я просрал Все полимеры Но на самом деле Там не особо Что-то полезное Лежит А здесь у нас Огромный Тупой Василис Который В принципе Не составляет Какого-то Большого труда Завалить Большой эсколок Титанита Аж три штуки Ядовитый Мох Это навалилось С бабочек Ну а факел Здесь и лежал И то Ради чего Мы сюда шли Это Рикардова Рапира Кто играл В первый ДС Тот наверняка Помнит Кто такой Принц Рикард Очередная Рапира Но С уникальной Силовой Атакой Изящно Украшенная Рапира Считается Что она Принадлежала Принцу Из древней Легенды Существует Множество Вариантов Легенд Пространствующего Принца Который Который В итоге Стал Нежить Большинство Этих Рассказов Трагичные Но Бывают Исключения Да Мы могли Наблюдать Принца Рикарда В первой Части В крепости Сцена Если мне не Изменять Память Именно там Мы могли Его встретить В виде Агрессивного Полова И Да Обычная Рапира Но у нее Уникальная Силовая Атака Выглядит Например Вот так Наносит Большое Количество Ударов Но Не особо Полезно Если только Что Попробовать Заточить Ее На Яд Потому Что Она За один Раз Наносит Большое Количество Ударов Здесь У нас Большая Суша Солдаты Очередная БДСМ Клетка И Мы Как раз Вышли С другой Стороны Как раз Я не стал Тогда Сюда Падать Потому Один Хрен Сюда Потом Попадаешь Лидим Путем И Чтоб Не делать Очередной Крюк Прочем Сразу Пройти С этой Стороны Ком Я думаю Что такое Я Не в боевой Стойке Стою Нож Бандита Помню Был Для у нас Раньше Такой Не было Но В описании мне абсолютно ничего интересного. Душа беззамена, солдаты. Тут у нас парни, которые любят подтягиваться. Он даже не будет. Ни хрена сего откинула. Здесь у нас такая вот жаровня, но она здесь неспроста, потому что если ее зажечь, то вы обнаружите, что как раз где-то здесь сидит очередной невидимый полох. Похоже, эту яму использовали для того, чтобы скидывать туда полох. Вообще, все это место похоже, используют для того, чтобы всяко-разно пытать и уничтожать нежить. Вот эти вот парни, их зовут охотниками на нежить. вот это вот место называется очистилище нежити. Ну и название этого леса тоже говорит само за себя. И здесь нужно как-то поосторожнее спрыгнуть, чтобы сильно не удариться. так, ну что ж, идем дальше. Ну а здесь у нас костер. И здесь, как мне кажется, какой-то бесполезный шоркат. но зато можно попробовать отсюда еще раз спуститься вниз и забрать все то, что я не забрал. но главное при этом не переломать все ноги. Ну, как я и говорил, ничего особо интересного. Ядовитый мох ослабляет действие ядок. У меня уже был ядовитый мох. И чтобы не тратить наше время, давайте воспользуемся косточкой возвращения. Спасибо. Спасибо.